Добрый день дорогие радиослушатели! Добрый день радиослушателям! Добрый день Нина! Добрый день Эдвин! Эдвин, вы на связи? Да-да, я на связи, слышу вас! Да, ну поздоровайтесь с радиослушателем! Да-да, я, наверное, не слышно было. Добрый день, добрый день! Да, спасибо! Коротки в этот раз, да, не будем длинных монологов как бы растягивать, да. Вопрос, ответ, ответ, вопрос, ответ, как добиралась сегодня на работу, как она смотрела, что там в магазинах, где что, какие интересные факты, что там кто видел. Ну, для меня факт такой, что пока мы вот утром говорили, общались констатировано 60 заболевших еще, один из них ребенок. Так что вот такая информация на данный час, и конференция медиков происходила, я не знаю, чем она закончилась, может быть, Эдвин прочитал, посмотрел. Но меня поражает, конечно, бездействие наших властей фактически, да, то есть нету контрольных пунктов, не организованы проверки граждан населения, да, то есть абсолютное бездействие, я бы сказал это так. Абсолютно, Юра, с тобой согласен. Ну, Юра, что ты, наверное, еще не успел узнать на заседании нашего парламента умного, решают, что надо делать. Вот, и самые разные предложения депутата согласия даже предложил заразившись, то есть больных, которые уже подтверждены, что они больны вирусом, накладывать браслеты. Такие браслеты, как практикуются в тюрьме, то есть с GPS, чтобы не доверять, скажем, на слово, что он точно не будет, что он будет на карате изолироваться сам, то есть такая дополнительная проверка. Ну, может быть, совсем не глупо, но, но, то, что я вижу в соцсетях и то, что тут люди между собой переписываются, это то, что те, которые еще прибывают и прибывали вчера, скажем, сюда и за границей, их вообще никак не проверяют. Просто вот, вообще на границе всегда никого не было в аэропорту, вот те, которые, кстати, мой сын тоже с Австрии прилетел, и он говорит, нет, ничего, абсолютно никого не заметил, все спокойно, в Багдаде все спокойно. Я видел видеоролик тренировочный, но это все вживую, как в Китае тренировались целая, ну, прямо выглядело как ОМОН, но это был такой медицинский ОМОН, где на границе подъезжает машина с прозрачными щитами, вот как прямо на, когда поглощают там демонстрации какие-то, такой отряд. И человек один меряет, дистанционно меряет, тоже сам в маске, в специальных костюмах, меряет температуру. И оказывается, что температура у данного туриста, так скажем, или который через границу переезжает, есть. Он выходит, он сам срывает маску с себя, то есть там что-то чем-то недоволен, но это все, разумеется, тренировочно как должно быть, как возможно быть. И он пытается уехать оттуда, его останавливают машины поперек, становятся, и сзади с очком ловят этого непослушного, возможного потенциального больного, и его изолируют прямо как в фильмах о гангстерах. Ну вот, это тот уровень, который сейчас в Китае. И что, в результате Alibaba уже работает, мои китайские партнеры тоже уже начинают отвечать на мои емайлы и так далее. То есть, тот очаг, откуда, в принципе, вроде бы все, так сказать, понеслось, там уже в Багдаде все спокойно. А у нас границы, в принципе, открыты, хотя мы говорим, что мы тут все закрыли и так далее. Ходи не хожу, не хочу. Мы уже Юра с собой разговаривали, что на спор, я на спор могу, там, не знаю, в Латыни, в Рим, поехать туда и обратно. И без проблем, и никто меня не остановит, и даже особенно скрываться не надо. Просто, ну, 10 метров влево, 10 метров вправо, чтобы перейти границу. То есть, в принципе, это правительство, оно не знает вообще, что делать в такой ситуации. Они изображают, кстати, они сами сидят, сами там, и достаточно одного потенциального больного, то есть разносчика вируса, и они все такими становятся. И там даже не надо, чтобы и депутатам, там, не знаю, уборщица, там, или столовая, или что-нибудь. Они сами не соображают, что они могут электронно общаться между собой, раз уж такое у нас случилось. Юра? Эдвин, если можно покороче, Инна, будь любезна, участвуй в нашем сегодняшнем разговоре. И если слишком затягивается, ну, задавай вопросы или пропозди. Да. Да, да, то есть не будем ролики пересказывать. Хорошо, я просто единственное могу отметить, что мне сегодня утром пришла посылка, которую я заказывала, там, месяц назад на Алиэкспресс. Сегодня я ее получила. Вот она у меня лежит дома, я не знаю, мне ее открывать или нет. Возьми ее горячей водой, обдай вначале, а потом уже открывай смело. Вот, и помой руки как следует. Ты потом лицо, носовые пазухи, прополоскай горло и выпей 100 грамм боевых, боевых 100 грамм, и ты будешь здорово, все в порядке. А вирус фактически действует 2-3 часа, если он попадает воздушно-капельным путем. Ну, это вот такая, как бы, инструкция, если вам что-то приходит где-то как-то. И здесь я хотел бы передать привет всем нашим радиослушателям от нашего прославленного академика Виктора Константиновича Калмерза. Мы сегодня с ним общались на предмет ситуации в Латвии. Ну, он, конечно, сказал о том, что угробили всю медицину, уничтожили койко-места, фактически отдали, в общем-то, все на самотек, все возможные и невозможные эпидемии, которые будут возникать, и Латвия к ним абсолютно не готова. То есть медицина уничтожена, специалистов фактически уже практически не осталось, и безобразие как продолжается, так и продолжается. Не установлены контрольные места, не берутся анализы, то есть везде всем поголовно должна быть дать команда проверять, делать анализы. Везде, где есть сельсерские, медицинские, различные другие пункты, да, проверять. А сегодня, на сегодняшний день, премьер-министрам заявлено о том, что это спасение – дело рук самих утопающих. То есть, если вы себя плохо чувствуете, сами лечитесь, если вы были за границей, это ваши проблемы, раз у вас были деньги куда-то поехать, значит, у вас есть деньги и лечиться. То есть, вот такой ответ. Поэтому я считаю, что это правительство должно подать в отставку, это правительство недееспособное, оно не способно управлять государством, и его задача только взять кредиты, надавить на людей, отнять у них незаработанные деньги, обложить налогами, и фактически больше ничего. То есть, они убили банковскую систему, убили, угробили транзит, выкатили окончательно леса, люди продолжают уезжать из Латвии, потому что нет работы и не создается новых рабочих мест никаких. Абсолютно ни одно обещание, нигде ничего не выполнено, и это правительство на сегодняшний день не способно побороть никакую инфекцию. Даже минимальный какой-то грипп не могут организовать, взять анализы. То есть, передвижные палатки даже поставить в каждом микрорайоне города, где большое скопление людей. Люди выходят выносить мусорник, да, то есть, могут сдать кровь на анализ, да, то есть, могут померить температуру или еще что-то, да. То есть, я уже не говорю о каком-то лечении, о какой-то профилактике. То есть, вот это личное мое такое мнение, правительство не дееспособно вынести какое-то даже упреждающее решение о том карантине, который нужно было сделать. Да, то есть, даже рубежи, которые сегодня, скажем, нужно было бы закрыть, вот, пожалуйста, проезжай как в Литву, как в Эстонию, никаких проблем нет, проверок никаких нет, абсолютно ничего нет. То есть, это начало, можно сказать, вспышки. Сегодня 60 человек уже тех, которые просто сами по собственной воле где-то пошли, как-то обратились. А сколько сидит дома, сколько людей приехавших, сколько людей летели в самолетах и в аэропортах сидели, а там везде находятся распространители воздуха. Это воздушным путем через различные воздушные системы, да, различные вентиляторы и прочее, да. То есть, эта бактерия распространяется моментально по аэровокзалам, по местам, где находятся кондиционеры. Все это распространяется. Вот такая она сегодняшняя ситуация. Ну, а если говорить об Испании, то сегодня свыше уже 10 тысяч выявленных заболевших, погибших уже свыше 400, и с каждым днем эта цифра увеличивается и увеличивается. Так что, если говорить об Испании, теплой стране, где температура воздуха, ну, в зависимости от региона, держится в плюсовом режиме от 15 до 25 градусов, да, и здесь этот вирус продолжает распространяться и количество увеличивается, да, то что говорить о Латвии, где температура 10, там, 11 не превышает градусов. Так что, вот такая ситуация, Эдин. Да, я с тобой согласен, вынужден согласиться, потому что, ну, к сожалению, цифры говорят сами за себя. Ну, мы в данный момент еще в такой начальной стадии, но что меня беспокоит, что я не вижу вариантов, как мы будем с этим бороться, если это пойдет в рост. Потому что, как ты правильно сказал, неизвестно, сколько людей, потому что люди, в принципе, боятся даже обращаться, у него денег нет на анализы, а, как мы знаем, если необоснованно вызовешь скорую помощь, попадаешь на бабки. Ну, так что, я думаю, что очень многие просто полагаются на авось и сидят дома, потому что боятся влететь на деньги. Да, нам же сказали, что если вы хотите сами проверить, есть наличие вируса или нет, это стоит 80 евро, если я не ошибаюсь. 82, по-моему, из копейки. Да, точно. Еще вот хочу отметить, что очень многие, кто сейчас работает дома или из дома, жалуются на то, что не могут распределить свое время между рабочими задачами и личными делами. Получается, что они круглосуточно находятся в рабочем режиме. Это те, кто работает теперь из дома. Работа, работа, это понятно, да, нам сегодня нужно сказать о том, что, как бороться с этой ситуацией вообще, да, то есть, если взять, например, Рижскую городскую думу, ушли, скажем так, проворовавшиеся депутаты, назначили администраторов, администраторы тоже, извините, лыка не вяжут, да, то есть, подчинение городская больница Галлизерс, поликлиники, да, то есть, тоже нигде ничего не организовано, да, то есть, администраторам можно поставить смело единицу, даже, даже минус единицу, да, то есть, нигде ничего, абсолютно никакого решения администраторы не вынесли. Хотя, есть резервный фонд в Рижской думе, есть резервный фонд у правительства, да, то есть, обязать медиков все лаборатории, скажем так, если требуется финансирование, оно требуется, значит, выделить дополнительное финансирование на проведение анализов. Если говорить, что вообще денег нету, ну, тогда мы скажем, что давайте отложим выборы в Рижскую думу, которые собирались назначить, да, и сейчас думают, гадают, а что делать, а что делать. Эти деньги, которые направлены на неочередные выборы, направить на медицинские учреждения для того, чтобы брать анализы, чтобы проверять людей, чтобы, в общем-то, максимально, максимально выявлять тех, которые есть, и максимально по возможности госпитализировать, но об этом никто вообще ни одним словом. И если вот, я хотел еще раз, не успел я дорассказать про Виктора Константиновича Камберса, он сказал, что он не хирург, то есть, он, извините, не вирусолог, да, не эпидемиолог, да, то есть, он хирург, но в любом варианте любой врач должен четко, ясно понимать, что он должен соблюдать гигиенические условия, то есть, это мыть руки, мыть лицо, мыть, как говорится, все, что только возможно, лишняя одежда, которая вывешивается на улицу для проветривания, то, что постирать, это верхний там шарфик, какой-то рубашка, какой-то свитерок, лишний раз делать прожарку, и это всегда было, что русский человек спасался баней, вот, то есть, баня, прожарка, горячий душ, горячая ванна, вот, то есть, сделать, сделать такую, как бы, вот, прожарку, да, теми средствами, которые у вас сегодня есть, это мытье, если нет средств хлора, значит, есть хозяйственное мыло, да, то есть, есть какие-то другие стиральные принадлежности, да, то есть, это чистая уборка, мытье ручек, и всего-всего остального, не мне вас учить, вы уже все это прекрасно уже выучили, знали, знаете, прочитали и должны, как говорится, обезопаситься, но есть количество людей, скажем так, без определенного места жительства, низкой социальной ответственности, да, которые, в общем-то, находятся на улице, общаются и где-то могут быть вот такими переносчиками и в общественном транспорте, и, скажем так, где-то в каких-то общественных местах имеются в виду магазины, вот, так что тут надо просто принимать сражайшие меры, просто объявлять карантин в государстве, потому что люди прибывают, они без проверки, они без анализов, и это количество прибывает, а там, где они находились, там они были под угрозой получения этого вируса, и вирус через кондиционеры, через самолеты, через поезда, через автобусы, это все, в общем-то, переходит, а люди находятся в передвижении по нескольку часов, да, то есть, естественно, заражаются, естественно, получают. И вот пример тому, из Мадрида хлынуло большое количество людей в курортные зоны, и все завезли абсолютно коронавирус, да, а он передается очень и очень быстро, вот, хотя инкубационный период, говорят, 4 часа, но все равно, значит, надо полоскать горло, люди не все ответственны, да, то есть, и таким образом вирус только-только начинается, поэтому, ну, не знаю, что там насчет военных учений, какая будет ситуация, да, но по дорогам вот Испании я видел колонну бронетехники, которая двигалась в сторону, в сторону французской, скажем так, границы, ну, с нее там далеко, конечно, но тем не менее, да, то есть, танковая колонна как бы шла, большущая колонна, да, то есть, ну, вот, куда они едут, на какие учения, если коронавирус, да, вот, то есть, ну, остается под большим вопросом. Но сам факт, что фактически близятся, в общем-то, выборы в России 22 числа будут, должны состояться выборы по Конституции, изменению Конституции, вот, сегодня в России проходило большое совещание, которое вел сам Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации, вот, принимаются стражащие меры, ограничиваются движения, закрываются границы, даже Лукашенко был возмущен тем, что граница с Белоруссией закрыта. Ну, почему закрыта с Белоруссией? Потому что, ну, будем говорить, с Польшей граница абсолютно открыта, с Литвой граница открыта, с Латвией граница открыта, пожалуйста, есть куда хочешь и как хочешь, завози все, что угодно и прочее, да, то есть, никаких мер Белоруссия сегодня, скажем, не приняла. А ответ господина Лукашенко, значит, такая, что мойте руки, полощите горло, а самое лучшее лекарство – это трактор. Садитесь и пошите, садитесь и работайте, это самое лучшее лекарство, которое я вам пропишу. Ну, в какой-то степени он прав, а в какой-то степени, ну, должна быть все-таки гигиена, должны быть соблюдения всех санитарных норм. Так что Россия даже с Белоруссией закрывает и ограничивает движение. Ну, и, соответственно, с другими республиками та же самая картина. Перестали выдавать визы как россияне, так и с нашей стороны, да, то есть идет максимальное закрытие движений и так далее. Но если движение закрывается, внутри эта проблема абсолютно никак не решается. Вот в чем главная задача. И поэтому вот эти деньги, которые выделены на выборы, или выделяются на выборы в Режскую думу, их надо направить срочно на проведение медицинских тестов по поводу заболеваний. И, соответственно, изоляция этих людей, чтобы люди знали, что у него или простуда, или у него действительно вот этот грипп, который он может, которым заразить своих друзей, своих ближайших родственников, соседей. И человек должен изолироваться и понимать, что он не выходной, и он должен принимать меры к лечению и так далее. То есть вот такая моя личная рекомендация, мое видение. А правительство не способно сегодня решить элементарные, можно сказать, санитарные нормы, которые принимались в любые эпидемические ситуации, которые были до этого и во время войны, и после войны, и в гражданскую войну. То есть вот я проходил в институте такой предмет у нас, гигиена, значит, и везде хлор, 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 хлор. То есть везде обработка шла хлором. Выдавались боевые 100 грамм. Не для того, чтобы там солдат не боялся, шел в атаку, а для того, чтобы не отравился ни кипяченой водой, ни сваренной пищей, чтобы не попали никакие бактерии, которые в организм, в общем-то, попадают. Их надо, в общем-то, нейтрализовать, выдавали чистейший спирт. Вот такая была, в общем-то, гигиена в военное время. Сейчас та же самая ситуация фактически. Макрон объявил войну, объявил бактериальную войну во Франции. И это не шутка, это действительно война. И это все направлено на развал Европейского Союза, на уничтожение бизнеса, на уничтожение малого-среднего бизнеса. И сегодня правительство принимает какие-то меры, типа льготы, какие-то там поблажки, какие-то каникулы. Но это все, я так понимаю, связано только с кредитованием. Больше ни с чем. Давайте мы вам дадим отсрочку, дадим вам кредит, а дальше уже как вы сами выплавите. Ну, в общем, мы находимся, можно сказать, страна на грани банкротства. Эдвин? Да, ну я думаю, что не на грани, мы уже там, по ту сторону. Ну, а что уж там, ты там копнул, войну взял. Да, Нина, можно просто взять страшное оккупационное время, когда были профилактории, проверки регулярные. Дети и взрослые ездили, поправляли здоровье, то есть иммунную систему. Ведь вся эта система разрушена. Я не понаслышке, у меня супруга долгие годы работала в наших поликлиниках. И она перерассказывала, в принципе, то, что осталось от системы, сколько что стоит, если надо что-то подлечить, сколько надо ждать в очереди к тому, либо другому специалисту. Я думаю, что любой из слушателей наших знает. Так что от медицины, в принципе, не осталось ничего, кроме бизнеса, на котором зарабатывает какая-то кучка людей. И, кстати, именно те, которым надо было зарабатывать, то есть вот наши, скажем, медсестры, которые поставлены на нищенское существование, и, мол, им как-то тут собираются сейчас помогать. А фактически этими нищенскими зарплатами их выталкивают, выталкивают, и потом кричат, что, ох, какая проблема. Ну, не только у нас проблема с медперсоналом, но в других странах тоже. Ну, а какое нам дело, что в других странах? Зачем нам им помогать, нашим персоналам, нашими людьми, которыми здесь воспитались за наши налоговые деньги. И мы сами им подсказываем, уезжайте, мол. Ну, что им остается? Они, конечно, уезжают. А мы будем здесь, ну, понемножку загибаться. Юра. Да, в Европе ситуация тоже очень напряженная. Медицина в Германии, как таковая, бесплатно уничтожена. Больницы мелкие, средние, сокращенные, где были, вот как и у нас в сельской местности, абсолютно все один в один, как с нашими, прошло медицинскими учреждениями, уничтожены сельские больницы, районные больницы сокращены. Вот, и поэтому в Германии такая же ситуация. Сократили и уничтожили. Бесплатное медицинское оборудование. Все стало платное. Люди не могут прийти провериться. В магазинах, будем говорить так, в большинстве магазинов тоже определенные, как бы, дефициты продуктов, что для Германии это вообще нонсенс. Что в Великобритании созванивался со знакомыми. Тоже люди напуганы, да, то есть и Борис Джонсон не принимает тех или иных, скажем так, более радикальных мер. Он говорит, ну, ничего страшного, пока ходите, пока гуляйте, а там дальше, в общем-то, посмотрим, как это все будет развиваться. То есть таких глобальных мер предосторожности Великобритания не принимает. Ну, единственное, что Франция, Испания приняла радикальные меры. Италия, мы видим, как бы вот попала, попала под молотки. Но информация ходит такая, что итальянцы, итальянская мафия, в общем-то, где-то какая-то, не знаю, какая мафия, не буду, в общем-то, выдумывать еще. Не успел прочитать эту информацию. Завтра я проверю ее, посмотрю, что в Италии запущен этот коронавирус, тоже, в общем-то, скажем, умышленно для того, чтобы развалить правительство, да, чтобы, в общем-то, выйти из состава Европейского Союза, да, то есть создали умышленно вот эту повышенную кризисную ситуацию. Ну и, в общем-то, мое мнение такое, что Европейский Союз сегодня не способен справиться с обыкновенным, можно сказать, обыкновенным легочным гриппом, да. То есть мы видим, что Европейский Союз коррумпирован, что чиновники погрязли в разворовывании, растаскивании бюджетных денег, те, которые платили, платят государство, как шеевские вносы, да. То есть ни одни проекты нормально не проходят. И на Рейболтик, я могу сказать, уже смело можно поставить толстый жирный крест. Вот, то есть проект абсолютно не нужный, он не окупаемый, он минусовой, не преследует никаких целей для заработка денег, для перемещения грузов и тем более пассажиров. То есть это, в общем-то, бизнес-проект для того, чтобы растащить европейские деньги. На данный момент этот проект не представляет себе никакого бизнес, скажем так, и варианта заработка денег, да. То есть это чисто коммерческий проект политиков для, в общем-то, наживы. Это можно характеризовать так, поэтому он должен в ближайшее время быть объявлен закрытым или перенесенным на неопределенное время для лучших экономических, в общем-то, экономической, улучшения экономической среды. Ну, а то, что кризис идет в Европе, да, то есть мы говорили уже об этом уже неоднократно, и этот кризис еще больше и больше усугубился, да. То есть фирмы, фабрики, большие, значит, заводы сокращают, закрывают производство, объявляют каникулы, объявляют временные увольнения. Значит, все идет, в общем-то, к тому, что идет спад производства, идет спад заработков, идет спад, в общем-то, по всем, по всем, как говорится, статьям и так далее. То есть к чему это приведет? Ну, я думаю, что это приведет к распаду Европейского Союза. Народ не способен себя будет содержать в этом карантине. Карантин по некоторым предпосылкам, как сказал Дональд Трамп, Америки будет до конца июля, начала августа, а там дальше посмотрим, как это будет, ситуация развиваться. А осенью этот грипп опять может, как говорится, пустили где-то корни, да, то есть не факт, что он будет, скажем так, ликвидирован, но то, что здесь замешана очень крупная политика и какая-то афера, это мне понятно, как дважды два-четыре. То есть я думаю, что здесь имеются стенка на стенку, банкиры, которые глобализируют весь бизнес, весь процесс, они закредитовали все и вся, и ликвидировали большое количество масла среднего бизнеса, покупательская способность населения рухнула, все закредитованы. Вот, то есть Европейский Союз с рактиллерами, магнатами различными, сарасистами завели, в общем-то, всю Европу и весь мир в большой-большой тупик. И, естественно, и Трамп, и Владимир Владимирович Путин, значит, они выступают против этой глобализации, и недавнешняя его пресс-конференция была, значит, ответы вопроса, и первый вопрос, как санкции. Он говорит, да насрать на эти санкции, может, он не так сказал, нам эти не страшны, эти санкции, вот, они нам абсолютно не нужны, мы там потеряли 50 миллиардов, да, на этих санкциях, но и заработали мы гораздо больше. И мы видим, поступает в Латвию газ, газ-электричество, да, мы платим туда деньги, а в Россию мы ничего не экспортируем. То есть мы сами себя же уничтожаем, или, точнее, уже уничтожили, экономически сами себя задушили. Вот такая ситуация, друзья, Мэдвин. Ну, конечно, насчет Райл Балтики я с тобой полностью согласен. Ведь не зря уничтожили сначала там остановки, которые были, направления там Литвы, Польши и так далее, потом уже там разбирали там линии, потом уже уменьшили поезда, и сейчас будем миллиарды, миллиарды вкладывать для того, чтобы сделать еще один поезд в том же направлении. Ну, разве что для вывоза нашей рабочей силы. Но она сама как-нибудь доберется. Вот такой, знаешь, грустный юмор, что Адольф хотя бы оплачивал дорогу Фатерланда, Фатерланда. Мы за свой счет на Аэрбалтик. Ну, уже похоже, что на Аэрбалтик уже тоже не сможем летать, потому что, скорее всего, обанкротится. Но я, конечно, не желаю так же, как всем остальным участникам рынка, которые ничем не регулируются. Кстати, почему не регулируются? Потому что нету то, что есть, скажем, на Востоке, плановая экономика. И вот то, что максима рухнула, это именно из-за рыночной экономики, которая ничем никак не регулируется. И что было важно? Построить как можно дешевле, как можно быстрее и так далее. Плюс, когда разбирались, кто там, мол, виноват, да очень просто виновата система. Потому что кто разрешил работать в магазину во время работ? Ну, а, в принципе, его заставила система. Ничем не регулируемая, то есть нету плана. А без плана это как без проекта строить. Юра? Да, время очень быстро бежит. И мне уже пора ехать. И как бы я тут сижу в машине. Поэтому я хотел бы сказать всем, берегите себя. Будьте внимательны, будьте предельно осторожны. Не контактируйте с неизвестными людьми. Если транспорт, транспорт тоже как бы надо смотреть внимательно. Помыть руки, помыть лицо. Все предостеречься. Так что берегите себя. Если вы чувствуете, что заболеваете, ноги в тепле. Смазали водочным компрессом и лицо, и руки, и проболоскали горло. И на вечер надеть шерстяные там теплые носки, смочить их тоже спиртовым раствором. Надеть в мешочки, да. То есть протереть грудь, протереть спину. Одеть теплое белье и как бы вот под теплое одеяло. Вот. И таким образом, в общем-то, простуда та, которая или начинается, или продолжается. Таким образом, наутро вы проснетесь, будете как огурчик. Поэтому я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Берегите себя и за новые-новые включения. Всего доброго, Эдвин. И последнее слово, а я уже отключаюсь. Спасибо, Эдвин. Ну, да, в принципе, тут мне нечего добавить. Так что до следующих эфиров, до завтра или как там получится. Дай Бог, не заболеем. Ну и до встречи.